МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О событиях вторника 17 января расскажут мои коллеги и я, Ольга Литвина. И в начале выпуска коротко о главном. Актюбинской области нужны конкурентоспособные бизнес-инициативы. Глава региона заслушал отчет руководителя управления предпринимательства. Жители села Акжар-2 просят о строительстве новой школы и о урегулировании движения общественного транспорта. О ходе работ по очистке от снега городских улиц и тротуаров в ходе брифинга в информационном центре Актюбе Акпарат рассказал заместитель Акима Актюбе Нагамжан Алдеяров. Подробности смотрите в новостях. Теперь об этих и других новостях более подробно. Закон о кинематографе поступит на рассмотрение в парламент в мае этого года. Как сообщил министр культуры и спорта Арстанбек Мухаммед Диулы, отраслевой закон будет разрабатываться впервые. В целях дальнейшего развития отрасли кино в план законопроектных работ на 2017 год вошла разработка проекта закона о кинематографии, который должен определить правовые основы деятельности в данной сфере, установить механизмы господдержки, а также определить принципы регулирования общественных отношений, процесс производства фильмов. В марте текущего года документ будет внесен в правительство, а уже в мае предусмотрено его рассмотрение в парламенте. Председатель Актюбинского областного филиала партии «Нур-Отан» Бердебек Сапарбаев представил активу партии нового первого заместителя председателя Актюбинского областного филиала партии «Нур-Отан» Даригу Исмагомбетову. Исмагомбетова Дарига Гизатовна родилась в 1975 году в селе Кобда Кабдинского района, имеет высшее педагогическое образование, в разные годы работал библиотекарем, воспитателем, учителем, заместителем директора школы, директором школы, первым заместителем председателя Актюбинского городского филиала партии «Нур-Отан», заместителем начальника управления образования Актюбинской области, начальником управления по вопросам молодежной политики Актюбинской области. С 2013 года занимала должность руководителя управления по вопросам молодежной политики Актюбинской области. Во-первых, должен брать на себя ответственность и должен требовать своих подчиненных. Для того, чтобы требовать, он сам должен быть грамотным, образованным, честным, порядочным и так далее. Предпринимательская активность актюбинцев растет. Не менее активно жители региона используют инструменты господдержки. Однако необходимо привлекать и инвесторов. О работе в этом направлении рассказала руководитель областного управления предпринимательства Анар Доржанова в ходе отчетной встречи. Встреча прошла под председательством Акима области Бердбека Сапарбаева. По итогам прошлого года Актюбинская область заняла лидирующие позиции по проектам гарантирования. За истекший период было одобрено 93 проекта предпринимателей. Также в лидерах наш регион оказался и по количеству проектов с льготной ставкой субсидирования. Рассказала Анар Доржанова и о планах на следующий год. В частности, было сказано о том, из каких источников будут финансироваться проекты в 2017 году. В рамках ДКВ это у нас будет 157 миллионов. По программе, новой программе продуктивной занятости, это 2,6 миллиарда будет. Это будет осваивать через управление сельского хозяйства. Через наше управление будут освоены средства размере 450 миллионов. Потому что по этой программе распределение есть. Мы программу, проекты, правила всем районам ранее разослали. Я так думаю, вы в курсе, что будут финансирования через управление сельскохозяйства и управление в Примальце. А также, как в прошлом году, 1 миллиард тенге будут предусмотрены в рамках Кендала и Жастар. Как отметила руководитель областного управления предпринимательства, для покрытия потребностей предпринимателей региона необходимо еще 800 миллионов тенге, 600 миллионов из которых нужны для субсидирования проектов предпринимателей. Оставшаяся сумма пойдет на гарантирование по проектам. Тем временем было отмечено, что в 2017 году будет сокращено гарантирование кредитов. В 2016 году, когда планировали министерство, на 2017 год, они исходили из фактического количества действующих предпринимателей. Они строго пропорционально распределили по действующим предпринимателям. Мы с этим не согласились и привели свои доводы, потому что доводы тоже есть. Надо необходимо учесть влияние других рынков крупных. Поэтому пока находится наш вопрос на рассмотрении. В свою очередь, глава региона отметил, что необходимо активнее привлекать в область инвесторов, а также наладить тесное взаимодействие с международными банками и организациями в части финансирования проектов. Мы все стоим, они работают по энергоизбережению в системе образования. Я же помню, на Востоке сколько мы денег получали именно. Они дают деньги на современные какие-то там котлы. Они дают деньги безвозмездные на строительство, теплицы и так далее. К нам же приезжали же люди, где они? В ходе совещания были озвучены итоги реализации таких проектов, как «Кендала» и «Жас Старт». Эти проекты являются пилотными и аналогов им нет ни в одном регионе Казахстана. Стоит отметить, что работа в рамках этих двух проектов уже принесла свои результаты. Так, по программе «Кендала», разработанной для жителей сельской местности, было профинансировано 43 проекта на сумму 505 с лишним миллионов тенге. А через проект «Жас Старт» помощь получили 15 проектов предпринимателей. Помимо этих мер господдержки, через фонд «Дому» реализуется еще ряд программ. В рамках других финансовых программ, которые реализует фонд «Дому», это «Онд РЭС», поддержка производства переработчиков, далее «Дому регионы», «Азиатский банк развития», «Европейский банк реконструкции и развития». Через средства ЕНПФ, то есть пенсионные фонды, женское предпринимательство, у нас 221 проект получили на 15,5 миллиардов тенге. То есть, если смотреть общую сумму проектов, которые мы поддержали в рамках наших финансовых инструментов, мы поддержали 529 проектов в нашей области по различным программам на 33,1 миллиард тенге. Как подчеркнул глава региона, в области имеются все инструменты для открытия и ведения бизнеса. Также проводится широкая разъяснительная работа как для предпринимателей, так и для инвесторов. Во всех районах области и в Актубе открыты центры поддержки предпринимателей. Также работают центры поддержки инвесторов. По линии дорожной карты занятости, по линии дорожной карты бизнеса и по программе «Агробизнес-2020». То есть, есть различные пути для того, чтобы получить дополнительные финансовые средства для того, чтобы развивать бизнес. Только нужна идея, нужна инициатива. Конечно, не все сразу, но у нас есть хорошие бизнесмены, которые должны учить других бизнесменов. Ольга Литвина, Нурбек Утаров, Казахстан, Актубе. Руководитель управления координацией занятостей и социальных программ Актюбинской области Кайрат Утаров отчитался перед главой региона Бердбеком Сапарбаевым об итогах работы ведомства за 2016 год. В рабочем совещании, на котором был заслушан отчетный доклад, приняли участие руководители ряда неправительственных организаций, в том числе занимающихся проблемами людей с ограниченными возможностями. В 2016 году в рамках государственно-частного партнерства в Актубе были открыты кризисный центр для женщин и детей и центр социального обслуживания для детей с психоневрологическими заболеваниями. В целом, социальная поддержка инвалидов занимает особое место в системе мер социальной поддержки. В 2017 году 335 объектов планируется адаптировать на предмет обеспечения к ним доступа инвалидов. В первую очередь будут адаптированы объекты, наиболее посещаемые инвалидами – объекты образования, здравоохранения и социальной защиты. По последним данным, в области проживают около 24 тысяч инвалидов, в их числе свыше 3 тысяч детей. В 2016 году свыше 6300 инвалидов были обеспечены техническими и гигиеническими средствами, протезно-ортопедической помощью, санаторно-курортным оздоровлением. Также уделяется внимание занятости сельчан в рамках реализации в регионе третьего направления программы «Дорожная карта занятости-2020» в части переселения граждан из сел с низким экономическим потенциалом, населенные пункты с высоким потенциалом. В 2016 году 8 семей из села Казахстан Байганинского района были переселены в райцентр, село Караул-Кильды. Здесь им предоставили жилье, оказали помощь в трудоустройстве. В 2017 году в области продолжится активная реализация проекта обусловленной денежной помощи Урлеу. Данный проект в рамках плана нации «100 конкретных шагов» в пилотном режиме был внедрен в городе Актубе, Мартугском и Муглазарском районах во второй половине 2015 года. К концу 2016 года география внедрения проекта по области достигла 100%. Также в 2016 году с целью недопущения роста безработицы в регионе был составлен комплексный план по содействию занятости населения, в рамках которого мерами содействия занятости было охвачено 29 454 актюбинца. В том числе 1066 сельчан получили микрокредиты по программе «Дорожная карта занятости-2020» на общую сумму 2 миллиарда 465 миллионов тенге. В целом показатели по итогам 2016 года хорошие. Социальные обязательства выполнены в полном объеме. Нет задолженностей по заработной плате, по пенсиям, пособиям и другим социальным выплатам. Нет роста уровня безработицы. В 2016 году более 4 миллиардов тенге было выделено на поддержание и рост уровня занятости на селе. В текущем году на борьбу безработицей также будут направлены большие средства. Чтобы добиться эффективных результатов со стороны уполномоченных органов, необходим постоянный учет, анализ и строгий контроль. Ольга Литвинасова, Маткаликенов, Казахстан, Актубе. Также накануне на совещании в облакимате были обсуждены вопросы, касающиеся фитосанитарного состояния растеневодства, развития племенного животноводства и предотвращения распространения саранчевых. В частности, было отмечено, что в результате принятых эффективных мер в 2016 году в два раза сократилась площадь пострадавшей от саранчи земель. Аким области поручил заблаговременно принять все меры по предотвращению саранчи, взаимодействовать в этом вопросе с соседними регионами и государствами, а также вести работу по увеличению доли племенного животноводства. В завершении совещания глава региона акцентировал внимание руководителей соответствующих управлений на активизацию работы по сдерживанию цен. Необоснованного повышения цен мы не должны допустить. Для этого необходимо использовать все ресурсы, заключил Бердебек Сапарбаев. Продолжаются отчетные встречи Акимов сельских округов с населением. Проходят они не только в сельских округах города, но и в районах. Так, Аким Карашаевского сельского округа Мартугского района рассказал о социально-экономическом развитии села и ответил на вопросы жителей. Встреча состоялась в школе села Аккаен. В Карашаевский сельский округ Мартугского района входят два населенных пункта. Число жителей превышает тысячу человек. В селе активно строятся новые социальные объекты. Например, в прошлом году местные ребята пошли в новую школу. Имеется у сельчан медпункт и сельский клуб. Несмотря на полную оснащенность социальными объектами, в домах сельчан до сих пор нет газа, а дороги не ремонтировались много лет. От нашего села до районного центра 30 километров. Из них 20 километров хорошая асфальтированная дорога. А вот в селе Аккаин дороги практически нет. Зимой еще можно ездить, из-за снега дорога относительно ровная. А летом, и особенно весной, и осенью, когда дожди идут, у нас грязь постоянно. Если бы дорогу нам сделали, было бы очень хорошо. Решаются в округе и социальные вопросы. Безработных направляют на социальные работы, а молодежи предоставляют возможность пройти практику или же работать по программе «Жасл-Ель». Всего по округу у нас 8 человек, которые являются малобеспечной безработной семьей. В этом плане мы их помогаем им, трудоустраиваем. В летний период, в весенний, осенний, зимний период берем на общественно оплаченную работу. Значит, на период на 3 месяца, на 6 месяцев. А также помогаем по программе «Урлеу», особенно малобеспечным семьям. А также у нас работали по программе «Жасл-Ель», значит, студенты, 13 человек. И, конечно, в летний период, в весенний период, когда начинается весенняя полевая работа, мы тех ребят или женщин, мужчин трудоустраиваем в крестьянских хозяйствах. Развивается и сельское хозяйство. Так, в сельском округе работают два крупных крестьянских хозяйства. Специализируются они на животноводстве и растеневодстве. В перспективе планируется создать производственные кооперативы. Наши крестьянские хозяйства специализируются на животноводстве и растеневодстве. Общая площадь земли – 3000 гектаров. Сейчас мы ведем переговоры с мелкими крестьянскими хозяйствами, чтобы объединиться в кооперативы. Это обоюдная выгода. Например, у них не всегда есть хорошая сельхозтехника или современные оборудования для работы. Мы им это все готовы предоставить как пайщики. А для нас это дополнительное увеличение поголовья скота. Аким сельского округа по мере возможности ответил на волнующие сельчан вопросы и выслушал предложение по улучшению жизни на селе. Ольга Литвинар, Андас Магомбетов, Казахстан, Ак-Тубе. А что касается областного центра, то в текущем году состоится 17 отчетных встреч Акимов с населением благодарного Каргалинского, Куралинского, Нового и Создинского сельских округов по итогам социально-экономического развития за 2016 год. Сегодня во второй половине дня состоялась отчетная встреча Акима Каргалинского сельского округа Алмаза-Алимбаева с населением в селе Ак-Жар. К слову, здесь проживает около 1 тысячи человек. В ходе встречи Аким отчитался о своей деятельности за прошедший год. Доложил об итогах развития Каргалинского сельского округа. Ответил на многочисленные вопросы сельчан о перспективах развития села и решений насущных вопросов. У нас пожелание, вот первую очередь в Ак-Жар-1, нам первую очередь, вот так как мы в школе находимся, начальник. У нас школы нету. Первую очередь мы желаем, конечно, чтобы школу построили новую. У нас сейчас начальная школа, до четырех классов начальные. И до 11 классов желательно, чтобы после четырех дети не бегали, то на РН, то на Ак-Жар-2. Вторая проблема, это у нас автобус 19-й. Доезжает только до Жебека. И так как мы живем в садовом коллективе, еще дальше там три садового коллектива есть. Мы буквально не успеваем, даже вот бывает иногда, куда мы идем, даже забываем до остановки. И желательно, чтобы автобус хотя бы до моста, вот это бы так, до моста бы подъехали к нам. Так, и у нас вот на улице свет все приготовили. За два года, как я знаю, только два раза нам свет давали. А так вот утром детей вот без света, вот не только фонариком, мы и прожектором ходим. В этом году по поручению Акима города изготавливается ПСД, проектная смертная документация на 150 мест. Будем определять место под школу. И в этом году, если удастся, будем начинать строительство школы. А также общественный транспорт у нас не заезжал в поселок, так как у нас дороги асфальтированы не было. В 2016 году мы заасфальтировали центральную улицу. В этом году будет уже 19 маршрут заезжать в поселок до конечной остановки. Как становятся благоприятные погодные условия, мы поставим автобусную остановку на конечке. А также вопросы были по освещению. В этом году провели ревизию на все фонари. Были устранены некоторые недоделки, недоработки. Отремонтировали линию. Сейчас все готово. Только представители энергосистемы опломбируют счетчик. После того можно будет уже подключать полностью три улицы к освещению. Смотрите во второй части выпуска. В областном департаменте юстиции подвели итоги работы судебных исполнителей за 2016 год. Учащиеся политехнического колледжа приняли участие в конкурсе среди веб-дизайнеров. Продолжаем выпуск. В областном департаменте юстиции подвели итоги работы судебных исполнителей за 2016 год. Представители ведомства отчитались о проделанной работе перед населением. Также на встречу пригласили депутатов областного маслехата, членов общественного совета, государственных и частных судебных исполнителей. Подробности в следующем сюжете выпуска. В плане нации 100 конкретных шагов особое внимание уделяется верховенству закона. 27-й шаг программного документа предусматривает дальнейшее развитие Института частных судебных исполнителей. И эта задача активно реализуется. Большая работа была проделана в 2016 году. Порядка 83% от исполнительных документов было исполнено. Полным ходом сейчас идет у нас работа по передаче исполнительных производств частным судебным исполнителям. В реализации 27-го шага плана нации 100 конкретных шагов. Эта работа ведется и будет продолжаться в дальнейшем. Практика государственных судебных исполнителей будет существовать на территории Республики Казахстан. У них будет определенная категория дел, которые будут в себя включать дела, где одной из сторон является государство. В дальнейшем в перспективе планируется, что остальные категории дел будут переходить в частные судоисполнения. Отметим, что год назад, с 1 января 2016 года, к компетенции частных судоисполнителей перешли все исполнительные документы. Исключения составили лишь те дела, где должником проходит государство. В общей сложности 90% всех документов теперь рассматриваются исключительно частными судебными исполнителями. За 2016 год в производстве частной судебной исполнительной области находилось более 110 тысяч исполнительных документов на сумму более 62 миллиардов тенге. Касательно из них 54 тысячи исполнительных документов на сумму более 600 миллионов тенге. Это взыскание административных штрафов. И из этого же количества 6700 исполнительных документов алименты. Из всего подлежавшего к исполнению остатком перешли 40 тысяч исполнительных документов, которые мы планируем окончить в 2017 году. Всего на сегодняшний день по области работают 38 государственных судебных исполнителей. А деятельность частного судебного производства в регионе осуществляет 62 человека. Из них 15 работают в районах, а 47 в городе Ак-Тубе. Отметим, что все районы охвачены деятельностью как государственных, так и частных судебных исполнителей. Николай Сырбов, Нарубе Кутаров, Казахстан-Ак-Тубе. Вывоз снега с городских улиц и тротуаров, борьба с гололедом, а также административное наказание за складирование снега. Эти и другие вопросы поднимались в ходе брифинга в информационном центре Ак-Тубе Ак-Парад. На вопросы представителей средств массовой информации ответил заместитель Акима Ак-Тубе, Нагамжан Алдияров. Подробности в следующем сюжете выпуска. До конца текущего года из городского бюджета выделили 910 миллионов тенге на уборку снега с улиц областного центра и пяти сельских округов. Общая площадь обслуживаемых участков составляет около 4 миллионов квадратных метров. Это более 200 городских улиц, объездные автомобильные дороги. На зимнем содержании дорог задействованы 14 спецпредприятий. К работе привлечено свыше 260 единиц техники, в том числе автогрейдеры, тракторы с отвалом и щеткой, дорожно-комбинированные машины, погрузчики, самосвалы и другая техника. Подрядчики очищают от снега не только проезжую часть, но и прибордюрные площади. В этих работах задействованы 24 бригады, из которых 9 трудятся даже ночью. Отметим, что для контроля вывоза снега на самосвалы устанавливают GPS-навигаторы. У нас двойной контроль на сегодняшний день. Отделами ЖКХ, специалистами контролируются ночное и дневное время. Кроме того, по GPS суточный вывоз снега, собирается сводная информация в Акимат и сверяется достоверность вывоза снега. И поэтому данным GPS и будем оплачивать вывоз снега. При вывозе снега первоочередное внимание подрядчики уделяют улицам, где проходят маршруты общественного транспорта. Для недопущения чрезвычайных ситуаций организовано круглосуточное дежурство спецтехники и ответственных лиц. Также городским Акиматом созданы мобильные группы, которые в ходе рейда выявляют факты складирования снега на тротуары и проезжую часть, как со стороны простых горожан, так и юридических лиц. Только на последних было наложено более 245 тысяч тенге штрафов. Нанимать машины для вывоза снега обязаны и жители частного сектора. Если не имеется у них техника, у нас данные телефонные номера есть. Пять организаций, которые занимаются наемной машиной, можете их нанять. По 5 тысяч тенге за одну машину можете вывезти. У нас в социальных сетях это номера машины, телефоны, которые занимаются вывозом снега имеются. Кроме того, если там живет или пенсионер, или который не может нанять машину, мы подряд на организацию просим, чтобы они помогли вывезти. Это вопрос индивидуальный подход, решаем. Только с начала текущего года коммунальщики очистили от снега более 30 улиц. А всего в зимний период на снежные полигоны вывезли свыше 120 тысяч кубометров снега. Особое внимание уделялось районам Москва, Шанхай, Курмыш, которые наиболее подвержены подтоплению в паводковый период. Всего в областном центре для складирования снега оборудовали 6 полигонов. Они находятся в районе поселков Акжар-2, Кирпичный, Заречный, также в районах Курсанского шоссе и Богословской трассы. Кроме того, снег выводят на полигон твердых бытовых отходов. Как подчеркивают коммунальщики, только за декабрь месяц количество осадков в 3,5 раза превысило норму. Николай Сырбов, Нурбек Утаров, Казахстан, Актубе. Учащиеся Актюбинского политехнического колледжа приняли участие в конкурсе профессионального мастерства в компетенции веб-дизайн. Мероприятие организовали в целях популяризации рабочих профессий, воспитания чувства гордости к культуре труда и стимулирования дальнейшего совершенствования профессионального мастерства молодых людей. Участниками конкурса стали 13 учащихся колледжа в возрасте от 18 до 22 лет. По результатам студенческих соревнований определятся победители, которые примут участие в региональном этапе конкурса WorldSkills. Проводилось в прошлом году. Победители победили студенты нашего колледжа. Они представляли нашу область в Астане на чемпионате Казахстана. Ранее по другим компетенциям программированные студенты наши также представляли нашу область в республику. Участвовали в международном чемпионате в России и в Бразилии и Санкт-Пауло. Я думаю, что наши студенты и в этом году покажут свои знания и навыки по данной компетенции и будут представлять нашу область в Казахстане и, я думаю, в дальнейшем тоже будут представлять нашу республику. Официальный пункт прибытия спортивных делегаций Универсиады 2017. Международный аэропорт Алматы полностью готов к встрече гостей. Дирекции спортивного мероприятия сообщили о графике прибытия и процедуре встречи атлетов в аэропорту. Наземные службы аэропорта Алматы отработали и усовершенствовали схему встреч иностранных и местных делегаций. Существенно оптимизирована система паспортного и таможенного контроля. Меры безопасности приведены в соответствие с международным статусом мероприятия. Багаж участников Универсиады будет отмечен специальной багажной биркой, направленной им заранее. Наличие специальной багажной бирки позволяет организовать приоритетное обслуживание багажа участников Универсиады. Кроме этого, система навигации в аэропорту Алматы выполнена на трех языках – казахском, русском и английском. Залы прилета и массовые зоны нахождения пассажиров оформлены в стилистике Универсиады-2017. Более 90% гостей и участников Универсиады прибудут в аэропорт. Если быть точнее, 2823 спортсмена, членов делегации прибудут в аэропорт. Самые большие делегации – это традиционные делегации России, Китая. В преддверии Всемирной Зимней Универсиады-2017 в Алматы дополнительно установлено более 300 информационно-указательных дорожных знаков. Как сообщает дирекция Универсиады, информация о спортивных объектах и маршрутах движения транспорта к ним указана на знаках индивидуального проектирования на трех языках – казахском, русском и английском. Дизайн дорожных знаков включает утвержденный логотип соревнований и пиктограммы спортивных объектов по видам проводимых соревнований. Знаки маршрутного ориентирования расположены на оптимальных маршрутах проезда к спортивным сооружениям, объектам транспортной инфраструктуры, ЖД-вокзалы и Международный аэропорт Алматы, местам отдыха и проживания спортсменов и гостей Универсиады. В систему навигации также вошли медицинские учреждения Алматы. Футбольный клуб «Актюбе» продолжает первые в новом году учебно-тренировочные сборы в Турции, которые стартовали 12 января. Команда Игоря Рахаева уже провела первый контрольный матч в Белике. Первым соперником «Актюбинцев» стала албанская команда «Фламуртари». Игра получилась упорной. В результате исход матча решил единственный забитый мяч. Албанцы оказались более удачными во втором тайме, когда игроки «Фламуртари» забили победный гол. В итоге 1-0 в пользу соперника. Отметим, что в этой игре в составе «Актюбе» играли исключительно казахстанцы, кроме сербского футболиста Вука Миташевича. До конца первых учебно-тренировочных сборов команда Игоря Рахаева проведет еще три контрольные игры. 22 января «Актюбинцы» встретятся с махачкалинским «Анжи», а 26 января с хабаровской СКА «Энергией». 31 января соперником «Актюбе» станет болгарская команда «Пирин». Первые учебно-тренировочные сборы для наших футболистов завершатся 1 февраля. Уважаемые телезрители, об этих и других новостях вы сможете узнать, зайдя на сайты kastrk.kz и octubetv.kz, а также на страничках социальных сетей. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok